прямо сейчас на мне форма солдата первой мировой войны правильно на вас форма солдата русской пиратовской армии пехотинца собственно летний вариант фуражка гимнастерка по всей видимости раз подсумки одеты то значит это рядом должно быть ружье да потому что подсумки они как раз для ношения сзади ранец но сейчас у нас пустой так в нем носилось имущество солдата о там много чего там котелок носился там вот собственно вот вот котелочек да вот котелочек кружка могла быть да там ну да да в том числе убить и может рожать до команды котелок самодельный есть уставные мы можем его тоже посмотреть образец и так уже солдат себе делали в нем можно было и приготовить и нести с собой такой вот уже европейский монет дело в том что война была изматывающая на как бы изматывание ресурсов поэтому зачастую солдаты да и сами что-то доделывали так как первая мировая война вошла в историю как война позиционная то солдаты например там проводили большое количество времени там полгода год на одних и тех же позициях и находясь там они себе или окопа в которых уже практически это были даже не окопа уже такие подземные города они там жили они открывались от от обстрелов и у них там уже были прям такие нет не просто ниши в которой он сидел да там прям целой комнаты строить блиндажи несколько рядов много эшелонированные понятно что времени когда в окопах много проходишь на чем-то заняться поэтому окопное творчество и сувениры делали по штату по штату соответственно положено вот еще шинель это уже до осенний зимний вариант то есть вот шинель зимой переходили снимаю и пока без попасть это да уже зимний уже такой вот уже типа теплее стало это на дна бог обязательно вот так она модно так было причем надо понимать что папаха же такая история которая она же расстегивалась и совсем-совсем в зиму у нее опускали расстегивать подождите боковухи такие вот это вы мне сейчас открыли какую-то америку я бы сказал россию россию царских времен я и знать не знал что так можно было делать вот собственно гряна так вот вот так я мог на и он сейчас вот это мог подумать друзья что папаха это караульный вариант чтоб тепло было потому что когда в крови а это на ночь если все фонарь глаза светит раз и он снег снег вот козыречку ежик в тумане похоже кстати чем-то похоже на современную российскую шапочку с ушками но дело в том что любой образу все любые вещи они идут у нас из истории более того военные вещи они идут из гражданской истории то есть вот эта при рубах которую видите она с типичным косым воротом то есть собственно говоря крестьяне носили такие же но это подчеркивание чего-то русского народного исконного да да это не подчеркивание это просто удобно это было удобно и собственно говоря из этого убрали потом военный образец для того сапоги тоже самого сапоги кожаные дата жениже не военные их не придумали это по сути дела была одежда там вернее обувь которые носили ну и народные купеческая и так далее просто разного фасона разного типа удилки кожи но тем не менее все равно это было народная обувь такая вот это что понятно что более-менее дошла практически на наших дней это лучше с фуражкой это называется башлык это такая штука которая одевается вот башляк оделся и вы и так вот замотались и я зелом пленным нем и вам стало тепло потому что вы это на какую погоду осень-зима осень-зима как замотаешься но шинелью понятное дело то есть это героического моем образе но это видеть это дело я так понимаю вот когда он в принципе это такая одежда у казаков достаточно распространенная казачий такой вариант можно вот так вот тепло становится либо вот так вокруг шеи заматывается здесь вот такой тип шарф так делается да из верблюжьей шерсти как самые теплые вариант так что касается противника у него вот момент чтобы противник вот до германии вот например вот у нас с вами идет форма уже образца 15 16 года пошла такая упрощенная до этого не были с блестящими пуговицами но война внесла свои коррективы сукно да потеплее у них потолще на вас сейчас гимнастерка просто обычная а так принципе у нас тоже суконная была да просто мы сейчас вот если возьмете например вот в этот а вот мундир да видите вот он из горохова сукна традиционный офицерский такой вот вот это штаны до в нужных местах очень страшно им было поэтому ему было очень страшно и чтобы да ну на самом деле подшивали те места которые наибольшим образом снашиваются то есть это пулеметчик он часто стоял на коленях поэтому вот кожаные наколенники ну и соответственно здесь также седло зачастую протиралась чтобы она не протиралась вот сделали кожные вставки тогда это служило подольше очень до крупный такой такого да как вот такого примерно как я размера такой там был внизу ботинки подкованы у них были либо сапоги у нас марковские полки цветные так называемые тоже гражданская война то что держите в руках во время гражданской войны у белых и у красных красным повезло но как повезло они собственно говоря прибрали к рукам все склады с формы которые оставались после царской армии поэтому как это ни странно но красная армия была лучше экипирована лучше униформирована чем белая армия белая армия например которая шла на самом деле красноармейцы самое вот простое которое самое первое пошло что они сделали они брали просто затягивали кокарду красную а вот я мог быть вот таким красноармейцы по зиме буденовки они уже пошли с двадцатого года они уже пошли значительно позже а семнадцатый год характерен был как раз тем что просто просто снимали знаки царского различия да вот потом появилась звезда сейчас посмотрим если у нас звезда да вот восемнадцатом году придумали 100 первых и жести вырезали было несколько вариантов различные они и вот уже плуг 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 и молот да вот восемнадцатый да вот если вы смотрели фильм чапаев например да там видно как наступают красиво эти цепи это марковский полк здесь буква м стоит были дроздовский дроздовский семеновцы они старались эти подразделения старались придать себе некую индивидуальность из того что форма у них практически сносилась потому что в гражданскую войну довоевали в том в чем начинали воевать первую мировую как я уже говорю за красными остался центр и остались склады основные а белые формировали при армии на дону армию в сибири и экипировать было нечем поэтому ноги например были там офицерские полки которые сами себе заказывали одежду вот они придумали себе такую цветную такие полки смерти как они называли себя и придумали себе такую цветную форму чтобы выделяться но надо сказать что да 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 вот например пришли британцы помогать белым и привезли с собой вот такого там покройки теля такие вот френч у них появились и вот собственно говоря на севере то что в районе мурманска где колчак был очень много было как раз в такой форме в английской это как раз та самая форма то что называется разговоры да почему называли краснопузы вот собственно вот это у нас видно синие синие до синие пузы разговора это кавалерия краснопузы традиционная пехота во время войны зверства гражданские были в ту и в другую сторону например белый у красных вот эти вот места они вырезали прям как у них были вот эти вот на коже да вот эти вот места прям вырезали да и поэтому называли краснопузы и красногвардейцы но красная армия у белых у них они вырезали на плечах погоны то есть как бы из той и с другой стороны были такие вот но это тоже одна из разновидностей формы нет 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 это все равно такая же гимнастер как на вас видите вот она вот такой просто она уже пошла с карманами это уже тоже вторая половина войны Первой мировой и собственно гражданская она уже характерна тем что начали нашивать карман то есть видите здесь солдатской гимнастерки нет а здесь уже пошли это варианты были офицерские гимнастерок это немцы мы уже посмотрели это это этот самый это как раз на начала войны, на 14-й год, немецкий офицер. У него награды по Первой мировой войне, вот они идут еще там. А вот это демаскировалось. Поэтому с 16-го года перешли, уже стала такая форма, у них уже без демаскирующих. Надо сказать, что форма российской армии тоже, на начало войны, вот эти все пуговицы, они были золотистого цвета. И там какарда была издалека видна. Уже к 14-15 году поняли, что это демаскируют, и начали спарывать, ставили ну и материалы кончались, потому что металл все-таки это военное производство. Поэтому кость из кожи делали, пуговицы даже там. Вот такая вот каска, это французского образца, Андриана. А своих не делали? Нет, своих не делали. Ну наши начали их штамповать, но взяли их от французов вначале. И наш, например, русский экспедиционный корпус, который помог в Европу, был отправлен, воевали там. То есть французы отступали, а наши продолжали сражаться. И некоторые говорили, что Францию отстояли русские солдаты во время Первой мировой войны. Вот. И, собственно говоря... Вы ее как пожарные. Ну да, да. Такая вот она была каска. Потом в 30-е годы у нее ушел орел, значит, вместо него был сделан уже звезда большая, вместо гребешка здесь была пупочка. То есть каска немножко начала там уже развиваться. Потом к 36-м году она стала вот такая, вот как мы ее знаем. Так, а вот это что за каска у нас? Это немецкий, так называемый пикель-хаубе. Кто там? Ага. А он кожаный? Он должен быть кожаный, с толстой кожей, да. И с таким вот... А какая степень защиты у кожаного по сравнению? Ну, кожи, естественно... Никакая? Вот, при взрыве от летящих комьев, от каких-то... Даже от сабельных ударов она отводила, если что. Ну, потом тоже признали не очень удачным. И вот уже к 16-му году немцы получили вот такую каску. Ее назвали Рогач, Рогач, да. И штурмовые батальоны, они вот уже были в таких куртках, они были в этих касках, они были уже с панцирями, сделаны специально для того, чтобы атаковать. И они шли уже... У них было много гранат, колотушек, чтобы закидывать. И уже получили первое автоматическое оружие для ближнего боя. А они такие, короче, они в Первую мировую, ну, в Средневековье, да, вернулись? Они вот... Ну, потому что пошел ближний бой, война трансформировалась. И стала... То есть, задача была такая. Быстро-быстро добежать до чужого окопа и загасить всех, кто там есть. Поэтому и оружие начало развиваться в сторону вот этого ближнего боя. Появилось автоматическое оружие, появились вот эти дубинки самодельные, кастеты. То есть, чем ты там в окопе махаешься, чтобы убить человека? Вот ножи вот эти за сапогу. Первая мировая война, вообще, это война, которая создала много нового. То есть, война, которая явилась двигателем прогресса. Потому что понадобились новые способы ведения войны. И появились новые методики, новые механизмы, новые приспособления. Вообще, новое, да. Очень много чего было нового во время Первой мировой войны придумано. Например, слово танк. Всем известно, что для того, чтобы первые танки, которые были создали, чтобы их замаскировать, сказали, что мы вот посылаем цистерны. И на них написали танк. Ну, по-английски цистерна. Чтобы противник не догадался, что вот едут эти английские первые танки большие. И, собственно говоря, танк, он вошел в нашу историю. И вообще в историю вооружения и сражений именно с Первой мировой войны. Почему вы решили заняться реконструкцию Первой мировой? Давайте я вам еще про Первую мировую расскажу. Там же еще много чего. Например, слово камуфляж, которое мы все с вами знаем. Это, собственно говоря, что это такое? Он тоже родился в Первую мировую войну. Причем он был не только у солдат и пехотинцев. Но и камуфляж, например, военных пароходов. Вот этот зигзагообразный. Он тоже появился в Первую мировую войну. От французского слова маскироваться, маскировка. Снайпер. Тоже это появилось, по сути дела, в Первую мировую войну. Как специализация такая. Тренчкот. Что же еще у нас там появилось? Глифе. Ну, тренч. Плащ тренч. Он появился. Его придумали как раз тоже в Первую мировую войну. Его начали носить один из генералов. Понравился очень удобный его крой. И его уже начали вводить. И как военную одежду уже начали шить тренч. Глифе. Тоже появился человек. У него были кривые ноги. У кавалериста. Да. И чтобы их скрыть, он пошил себе такие вот. Как бы да, с вот такими. И с него стали брать моду. И вот появилась глифе. Как некая разновидность одежды. Оно появилось тогда в Первую мировую войну. Газы химические. Тоже же это характерно именно для Первой мировой войны. Когда надо было массовое поражение противника каким-то образом произвести. И артилея не справлялась. И вот началась Первая химическая война. И вместе с ней появилось развитие противогазов. То есть первый противогаз, который был придуман. Наш инженер, ученый Зеленский. И противогаз Зеленского. Они были первым изобретением у нас. Но массовое распространение противогаза получили Первую в Германии. Ну, из-за саботажей. И как раз из-за действия немецкой разведки. Нам не дали эти противогазы, в общем-то, развивать. То есть, как ни странно, придумали мы. А пользовались больше немцы. И вот там печальная атака, которую все знают. Атака под Осовцом. Когда у наших не было противогазов. Просто обматывались куском ткани. Поэтому аэропланы, по сути дела, они же появились на стыке эпох. То есть, это вот начало, самое начало. Конец 19-го, начало 20-го века. А как раз свое массовое развитие. Вот эти большие аэропланы, которые Илья Муромец. Это тоже все изобретение Первой мировой войны. То есть, появились самолеты, которым было необходимо выполнять дальние полеты. Вести с собой много груза. После чего появилась уже транспортная авиация. И гражданская авиация. Все это достижение. Вернее, как это. Все это следствие тех изобретений, которые были сделаны для ведения войны. Ну, и сам характер боя изменился. Как я уже говорил, фортификационные укрепления. То есть, многочелонированная оборона. Отсюда вот то самое окопное творчество. Когда и ложку сделать, и свистульку сделать, и котелок вырезать своими руками. И очень такой интересный период. У нас долгое время в стране она была такая. В советских учебниках. Это империалистическая война, предшественника, которая создала условия для Великой Октябрьской статистической революции. Хотя Первая мировая это отдельный пласт. И вот благодаря действиям Министерства культуры, министра нашего Владимира Мединского, началась популяризация лет 7 назад. Как раз развитие темы Первой мировой войны. И сейчас уже мы о ней знаем много. Открыты памятники, фильмы снимаются, многое сделано. А еще там, говорю, лет 10 лет назад, это была совершенно такая малозабытая, вернее, многозабытая и малоизвестная история нашей страницы, нашей страны. Но вообще, вот вам же интересно переодеться во что-то, да? Сразу чувствуешь себя кем-то другим. Сразу на тебя девочки по-другому, женщины смотрят. Ой, а что это у вас одета? А вы, наверное, актер, вы, наверное, в фильме играете. Ну, это такая типичная реакция раньше, которая была. А сейчас уже в двух случаях из трех скажут, что вы, наверное, реконструктор. То есть уже движение реконструкции получило массовость в нашей стране. Есть общероссийское движение реконструкторов, есть очень много клубов. Наш, например, межрегиональная организация «Гарнизон», мы объединяем около 400 человек в семи городах различных. И мы не самые крупные, я вас уверяю. То есть есть еще и крупные организации. Что интересного? Интересно, началось все, как всегда, с такой заманухи. Я занимался бизнес-тренингами, вел обучение. И у меня был друг, был потому что умер, Андрей Царев. Вот, собственно говоря, 209-й Богородский полк. Это вот его тема. И мы с ним сидели вместе, готовили бизнес-тренинг. И я у него неожиданно, он там перебирал фотографию, увидел его фотографию в форме, как раз вот такой Первой мировой войны. Я говорю, Андрюха, а ты что, вообще актер? Он такой, нет, нет, это у нас есть такая тема, историческая реконструкция. Я говорю, иди что ты подишь. А как это попробовать? Он такой, ну, это вообще тут такой особый мир, все дела. В общем, заинтриговал меня по полной. И я поехал из Москвы в Питер посмотреть, как вообще это происходит. Мим меня прошли ряд высоких гвардейцев, ну, гвардейские полки Первой мировой. Русская императорская армия, преображенцы, семеновцы, ребят в форме. За ними прошли немцы, вот таких вот, в хаубах, в такой форме, кто-то в нагрудниках. А за ними, что меня совсем поразило, ребята, которые занимаются реконструкцией Британии и Шотландии. Они пришли в килтах, с волынкой человек шел, и вот это кто-то с Льюисом. То есть я вот, я так это, то есть сейчас это привычно. А тогда это для меня смотрелось, я говорю, слушай, Андрюха, можно мне тоже попробовать? Вот, и первый комплект, который я себе пошил и сделал, это был вот такой комплект на Первую мировую. Вот солдаты, 209-й Богородский полк. Это как раз тот уезд, в котором мы с вами находимся, Ногинск, бывший Богородск, где формировался этот 209-й полк. Он был сформирован перед войной, и он одним из первых, кто принял первые бои под Гумбинином сражение. 209-й полк там принимал, как раз пошел до середины Пруссии, потом прикрывал отступление наших войск. Но потом понеслось. Потом пошла Красная Армия, 41-й год, 44-й год. Потом меня зацепила тема морской пехоты, очень интересная. В общем, вот так вот. Реконструкцией я занимаюсь не так долго. Я занимаюсь, наверное, год 13-й или 14-й. Но не так долго. Не так долго, да. Есть люди, которые гораздо дольше меня занимаются, на которых я в свое время тоже у них учился и смотрел. Есть люди, которые сейчас приходят. Задача нашей организации, гарнизона, мы ее видим в популяризации как раз истории и движения. Мы говорим, что оно, в принципе, доступно каждому. Попробуйте, посмотрите, понравится, вступайте, ищите себе клуб. Мы проводим большое количество мероприятий. В прошлом году, в декабре, под Москвой прошло 12 исторических реконструкций, посвященных боям под Москвой 41-го года. Вот из 12-ти три делал наш гарнизон.